МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Типичный спальный район типичного мегаполиса. В основном семьи с детьми. И это меня, безусловно, радует. Я практикующий психолог. Мне повезло, я не теряю время на дорогу. Живу и работаю в одном районе. Клиенток много, их случаи сложные, всегда разные. Но на первой же консультации каждой из них я предлагаю одно и то же. Напишите свою историю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошая идея, между прочим. Мне вообще давно надо было начать писать. Я ведь когда-то мечтала работать в модном журнале или еще лучше, на телевидении. Но так уж вышло, что основной моей работой на долгие годы стала семья. И я, между прочим, еще ни разу об этом не пожалела. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, меня зовут Ирина. Звоню вам с предложением банковской услуги. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Приходится принимать их условия игры. И сколько ни оттягивая этот момент, рано или поздно час настанет. Теперь вот приходится сидеть, ждать и осознавать, что они сами за себя в ответе. Как там, говорит моя соседка, не звонят, значит, все у них хорошо. Будем надеяться. Будем надеяться. Такие минуты, когда градус волнения растет и кажется вот-вот достигнет пика, я обычно принимаюсь за уборку. Ежедневная рутина отвлекает, успокаивает нервы, помогает сосредоточиться и принять правильное решение. ПОРЯДОК В ДОМЕ, ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ. Вот мой девиз, если хотите. Да и должен же кто-то поддерживать порядок в этом доме. Глядя на детские фотографии, я понимала, как сильно по ним соскучилась. По сыну, по дочери, тем, кто на фото. ПОРЯДОК В ДОМЕРОК 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 В ДОМЕР Никто не желает меня понимать. Никто даже не представляет, что на самом деле чувствую я. Нет. Есть, конечно, муж. Он, в отличие от меня, никому ничего не обещал. Но этот тюфяк помогать отказывается. А знаете почему? Потому что все мужики в моей семье тюфяки. И это моя беда. Все и всегда приходится делать самой. И вряд ли кто-то догадывается, что однажды, вернувшись домой, я хотела бы увидеть отремонтированную дверцу шкафа, вкрученную лампочку, ну или на худой конец вымытый пол. Галя! Тюфяк. Тюфяки и королевы. Полагаю, тема дня сегодняшнего. С кого начнем? Предлагаю с тюфяков. К монаршей особе, да простит она нас, перейдем чуть позже. Потому что история про контролеров и их жертв частенько еще будет всплывать. А вот тюфяки – персонажи приинтереснейшие. Как правило, их жалеют. Бедные, несчастные попали под гнет и не выбраться никак. Нет. Это мнение ошибочно, потому что оставаться тюфяком гораздо проще и приятнее, чем становиться тем, кому изо дня в день приходится принимать решения самостоятельно. Их девиз – делай, что велено, и все будет хорошо. Некоторые о таком могут только мечтать. Ну, а в нашей семье, как я понимаю, таких тюфяков трое. Как минимум, муж нашей героини, ее сын, и вот ведь же угораздила зять. Ну, что, будем разбираться, кто там настоящий тюфяк, а у кого, собственно, взгляды на жизнь имеются. А чтобы уж не оставить без внимания ее величество мать-семейство, скажу только одно – без подданных не быть ей королевой. Она мать, она инструмента плота и счастья этой семьи. Ну, вот ведь не задача. Одним и тем же инструментом, да хотя бы руками, можно как построить. Симпатично вышло, правда? Так и разрушить. Ну, а дальше, как говорится, без комментариев. Отчего этот молодняк никак не желает принять тот факт, что мы, старшие поколения, а особенно матери, и являемся теми, на ком держится мир. Счастливый брак, прекрасная дочь, сын, хороший сын. Женился только неправильно. Но я ведь предупреждала. Кто бы слушал. Теперь вот приходится расхлебывать и не ему, к сожалению. Мне. Ну, что поделать. Это в нашей семье называется «наступить на собственные грабли». Все детство я их от этого оберегала. Я чутко следила за тем, с кем дружат мои дети. Нет, я не запрещала водить в дом друзей. Напротив, поощряла любое общение на своей территории. А как иначе я бы узнала, о чем они говорят, о чем думают? Это сейчас проще. Залез в соцсети, на всех посмотрел, где надо прочитал, в родителях разочаровался. А тогда, знаете ли, чтобы правду узнать, каждому в глаза заглянуть надо было, с каждым лично поговорить. Я с тех пор людей насквозь вижу. А Сережа дома? Сережи дома нет. А когда он придет? Он не придет. Не ходи сюда, мальчик, больше. Она желает счастья своим детям. Но, похоже, дети почему-то не желают этого. Или просто не хотят играть по ее правилам. Не звонят, бросают трубки, женятся не на тех. Она чувствует, что спасти семью может только она. А на кого еще надеяться, если муж, по ее словам, настоящий тюфя? Все бы и дальше складывалось отлично. Не появись в нашей жизни персонаж под названием Федор. Вот кому надо было открутить голову еще в первый день знакомства. Но, признаюсь честно, недооценила. Мальчик оказался намного пронырливее, чем я могла себе представить. Он быстро навострил мою дурочку на свою волну. И под песню «Есть билет на балет» катал ее на трамвае. На большее этот тюфяк способен не был. Да и если бы только это. В тот год, кажется, весь мир ополчился против меня. Я еще с Федором не успела смириться, а в нашу спокойную жизнь уже ворвался новый персонаж. Лизонька. Это было выше моих сил. Мне ничего не оставалось, как затаиться и ждать, пока эти двое сами разберутся в тех, кого приволокли в мой дом и в мою жизнь. О, и Сергей подошел. И только муж тюфяк всем был рад. И Лизоньке, и Федору. Ладно, чего с него возьмешь? С убогого. Ну, что я могу сказать? Прогресс. Еще немного, и муж тюфяк, кажется, выскочит из-под контроля. Подумать только. Он позволяет себе радоваться вопреки запретам королевы. Это, я вам скажу, дорогого стоит. Посмотрим, что там с ним будет дальше. Впрочем, и сын, кажется, и будущий зять тоже не совсем те, кем хозяйка дома называет их по привычке. Неужели она действительно решает ослабить контроль? Да нет, конечно. Она просто делает вид, что готова на такой отчаянный шаг. На самом же деле, называть своих детей наша мамаша может как угодно. А вот встать во весь рост и во всеуслышание заявить, что своими руками возрастила и воспитала, как бы это мягче сказать, не совсем правильных сына и дочь, на это наша королева не решится никогда. Что подумают люди? Но самое главное, когда в их семьях что-то пойдет не так, а не так с ей легкой руки, пойдет все. У нашей хозяйки появится отличный повод унизить, прибрать к рукам и с удвоенной силой начать контролировать неразумных чад своих. Вновь и теперь уже навсегда почувствовать себя нужной. Ну а соседи? Им всегда можно рассказать о том, как полон мир лжи и предательства. Спасение обманутых детей – это вполне себе в духе королевы матери. Не знаете, как порадовать близких? Возьмите кредит. Это я-то не знаю, как порадовать близких. Да я Федьку этого, Олуха Небесного, на ноги поставила. В квартире прописала, в институте выучила. Одела, обула. А он меня Мегерой назвал. Дочь забрал, на крайний север увез. А внука я только на фотографиях видела. Да разве этого я заслужила? Провожать на вокзал я не поехала. Боялась сорваться и прибить этого ненормального. Мам, ну ты же сама говорила, что ему зарабатывать надо. Подумала. Будь по-твоему, поживи вдалеке от матери. Намайся хорошенько. Нищеты, хлебни, одиночество. Как миленькая потом приползешь обратно. Федька и зарабатывает. Не смешите меня. Это понятия несовместимые. Ладно. Поживем, поглядим. Приползете еще. Если бы я только знала, что в этот день жизнь нанесет мне еще один сокрушительный удар. Лизонька наша после многих потраченных в пустую лет так и нашла себя. Она уже пробовала шить, вязать, вышивать. И вот теперь красота наша решила заняться рисованием. И не просто так для себя, а по-настоящему. С выставками, аукционами. Мне, конечно же, ее мазню приволокли просто так даром. А вот потом... О, Пикассо ты недоделанная. Да лучше б внука мне подарили. Разговоров о внуках Лизонька не любила. Она избегала их всеми силами. Пришлось проявлять смекалку. Обменивать сей шедевр на телефон своего доктора. Ну, вы понимаете. Женского доктора. Спасибо. Свой врач лишним не будет. Если очень долго сжимать пружину, а потом нечаянно ослабить хватку, то она распрямится и улетит так далеко, что вам придется перевернуть всю мебель в доме, чтобы ее отыскать. То же происходит и в таких семьях, где не разделяя властвует один человек. Дети, муж и другие родственники задерживаются в них крайне редко. Они бегут как можно дальше, в другой город, в другую страну, лишь бы не возвращаться никогда на этот пиратский остров. А на телефонные звонки можно не отвечать. Ну, или перерывать разговор на самом интересном месте. Поэтому звание тюфяка с Федора мы с этой минуты снимаем окончательно и бесповоротно. Пока он единственный во всей этой истории, кто поступил разумно и тем самым спас свою семью от распада и гнета. Но ничего. Мама знает, что делать дальше. Поработить семью сына ей поможет внук. И вот Лизе уже вручается телефон женского доктора. Еще чуть-чуть, уверена королева-мать, и в зеркале жизни вновь появится отражение ее короны. Ну, посмотрим, что будет дальше. Семья рушится. Дочь мало того, что выбрала себе жениха, который не нравится матери, так еще и согласилась уехать с ним на крайний север. Внук растет вдали. Видела его только на фотографиях. А сын вообще женился на барышне, которая думает не о детях, а о собственных увлечениях. Почему так произошло? Может, не уберегла или где ошиблась? Но ведь она же все делает ради них? Вопрос только один. Действительно помогает или причиняет добро? День, когда я узнала правду, стал роковым. Мой доктор сообщила мне, что Лизонька здорова и может иметь детей. Но не хочет. Они с мужем решили пожить для себя. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Как же, решили они. Да я никогда в это не поверю. Я что, не видела, как сын мой с соседскими детьми возится? Ну нет. Не надо дуру из меня делать. Это ты и решила пожить для себя. А мы на это не подписывались. А сын страдал. После сложного перелома он работал дома. По квартире передвигался с трудом. Ему нужна была помощь. А кто поможет лучше матери? Правильно, никто. И я помогала, как могла. Пришлось плюнуть и на мужа, и на собственный дом, потому что мыть их квартиру оказалось тем еще подвигом. Сынок. Бедная женушка твоя ничего не успевает делать. Это еще детей нету. А если дети будут, совсем грязью обрастете. Меня, признаю, взбесил тот факт, что Лизонька ни разу не позвонила. Даже спасибо не сказала за все, что я для нее сделала. Домой приходит и наготовлено, и убрано, и муж довольный. Чего еще надо-то? И так бы, наверное, благодарности не дождалась, если бы не случайная наша встреча. По всему было видно, сегодня в их квартире затевается непростой вечер. Ну, правильно. Чего не отдыхать-то, когда мать все сделала? Да, Лизок. Там тесто подошло. Мужу настряпаешь пирожков с картошкой. Он любит с картошкой. Да, и там я картошку рассыпала. Ты ее соберешь, а то она пропадет, померзнет. Сережа! Сереж! Сколько это может продолжаться? Я ее в гости не звала. Почему она в нашу семью лезет? На кухню? Когда это закончится? Не нужно меня учить, что мне делать в моем доме. Через месяц они развелись. Ну что, семья распалась? Можно аплодировать. Я не сомневаюсь, что для этой женщины развод сына – это достижение. Ее достижение. Но за этим своим триумфом она не в состоянии разглядеть фиаско, которое в итоге потерпел сын. Казалось бы, мальчик выполнил все требования матери. Дружил с кем приказывали, учился, где обязан был учиться, развелся, когда хозяйка решила. Он словно мячик антистресс, который выполняет все ее требования. Надавила, получила свое, успокоилась. Снова надавила и снова получила. И так по кругу, из года в год одно и то же. Но вот случилось страшное. Оказывается, если долго сжимать эту игрушку, она не выдерживает. И в один прекрасный момент рвется, и не остается ничего. Пустой шарик, жалкий обрывок радости, из которого ничего уже не выжить. А сын загулял. Я, конечно, предполагала, что и он тюфяк. А тасины, как говорится, не родятся апельсины. Но чтоб так скоро. И как ни крути, это означает только одно. Отныне мне придется стать еще внимательнее, чтобы Лизонька не стала цветочком этой истории. Потому что ягодки я уже не переживу. Последнее событие выбили меня из колеи. Такой одинокой, такой несчастной я не ощущала себя никогда. Нет, есть, конечно, муж. Но у него, кажется, все хорошо складывается. Дочь звонит ему регулярно. Даже Лизавета прислала на днях приглашение на свою персональную выставку. О как! Со мной этот подхалим не разговаривает. Если только по вечерам. На несменный вопрос «Будешь ужинать?» он отвечает. «Будешь ужинать?» «Нет, я поел в гараже». Ну, а моя жизнь превратилась в одно сплошное ожидание. Каждый день я жду звонка от сына, чтобы развеять терзающие меня сомнения и дать свое главное наставление. Алло, Сережа, привет. Как дела? Что нового? Ну, Сережа, Сережа, я надеюсь, ты знаешь, как предохраняться? Ну, все понятно. Зачем ей внуки, когда контролировать сына можно и без них? У королевы вновь появилась долгожданная возможность смотреться в свое творение как в зеркало и бесконечно любоваться и на свое отражение, и на свою корону. Но вот ведь незадача. Сын, похоже, решил последовать примеру отца, который вроде как и остался в семье, но сбежал в гараж. И он тоже здесь с матерью, но загулял. И как ни крути, все, кто остался под лимонаршей особы, по-своему несчастны. Мужу, который продолжает общаться и с детьми, и с внуком, и с Лизонькой, все же придется постоянно куда-то убегать из собственного дома, чтобы не быть захваченным в плен. Сын, скорее всего, больше не рискнет крепко связывать свою жизнь с любимой женщиной. Мама не даст им жить долго и счастливо, а сбежать от нее, как сестра и зять, мальчик не сможет. Он теперь мамин дон Жуан. Что до самой королевы матери, то она отныне несчастнее всех. Потому что заполнить пустоту в ее душе, организованную ей же самой, не может никто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok